Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Многие начинающие часто задают вопрос, как можно посеять несколько, ну пусть 10, 8, 15 сортов и их не перепутать. Я знаю несколько способов, вот один из них я сейчас вам покажу. Я вот для того, чтобы испытать новые сорта, расширить свой ассортимент, нынче буду садить 30, 40, может быть даже 50 пачек разных-разных перцев и томатов. Вот один из способов, у меня есть специально вот такие решеточки, они вставляются сюда в лоток и в каждой ячейке у меня посажен отдельный сорт. Вот видите, вот эта вся ячейка 18 штук. Я ее просто схематически рисую у себя в своем, как вот в так называемом журнале садовода. Вот они, эти ячейки. В каждой ячейке пишу наименование сорта. Наименование сорта, ну еще номер ему присваиваю, чтобы потом проще было, чтобы можно было наименование потом не писать, а просто номер. Все, вот они все 18 штук. У меня здесь сидят в тетради. Для контроля, контрольный, как говорится, вот я по краям вот с этого края пишу наименование крайних и с того края тоже. В средине у меня вообще без подписи, поэтому они не потеряются, потому что у меня и здесь есть наименование сортов, и еще на лотке контрольный, вот эти этикетки. Все. Вот этот один из способов. Второй способ можно также, если у вас нет решетки, можно без решетки также все посадить, посеять, только рядками, посадить рядками. И также весь этот план, схему посадок нарисовать в тетради и подписать. Первый ряд сорт такой-то, второй ряд сорт такой-то, третий ряд сорт такой-то. Одна девушка пишет, а как можно не перепутать сорта, если прям по 2-3 семечка каждого сорта. Рисуйте схематические планы посадки. Так и пишите. Первый ряд, например, 2 семени сорт такой-то, 3 штуки сорт такой-то, 4 штуки сорт такой-то. Все, когда перепишите, вам будет просто. Вы подойдете, вот у вас зашел первый ряд. Вы видите, что 2 семечка взошло, это один сорт. Потом перерыв, значит 3 семечка, следующий сорт не взошло. И можно даже никакими, как вам объяснить, можно никакими не разделять. Просто его вот на сектор вот так мысленно расчертить и такой же план вот составить в тетради. Но лучше всего, конечно, если вы новички, если вы начинающие, можно купить вот такую решетку. И все, в решетке они живут очень хорошо. Вот это у меня перцы, которые я купила, старые просроченные семена в магазине, но вот в оцененном отделе, я буду их испытывать. И поэтому я в каждом отсеке у меня свой сорт. Все, до свидания. Вот это коротенький-коротенький видеоролик о том, как можно посеять сорта и не перепутать. Обязательно фиксируйте в тетради. Если у вас будут записи, вы никогда не запутаетесь и не забудете, где какой сорт. Все, до свидания. Желаю вам удачных посевов и дружных всходов.